Здравствуй, YouTube! Это долгожданный, очень долго я к нему шел, обзор, подробный обзор ножа Кершел Термит. Мне, честно говоря, было очень сложно к нему готовиться. Я очень долго копил впечатление, опыт использования этого ножа, потому что нож, забегая вперед, сразу начну с вывода, получился очень спорным. С одной стороны, он блистателен по своим характеристикам, с другой стороны, в нескольких моментах очень сильно на фоне этого блеска расстраивает. Но обо всем по порядку. Итак, повторимся о том, что это нож дизайна Рика Хиндера, что само по себе примечательно. Самый знаменитый нож Рика Хиндера, и я так понимаю, что единственная его модель, которую он производит, это XM18. XM20, ну и с большим размером модель того же фактически ножа XM24, по-моему. Так вот, несколько моделей есть у Zero Tolerance, вроде как даже всего две, с которыми, собственно говоря, наверное, кто-то знаком. У меня их нету, но, естественно, я видел их на картинках, в интернете, на видеообзорах и так далее. Ну и если посмотреть рядом на XM18 и посмотреть на Zero Tolerance, то мы сразу заметим одну любопытную вещь. Что у Zero Tolerance гринд клинка всё-таки не с панта. Там немножечко у кончика сделано по-другому. То есть, у меня, к сожалению, ножа нет, не показать. Но суть в том, что там немножко не так. И первое самое важное, что хотелось бы сказать в обзоре, что, по большому счёту, это нож Рика Хиндерер, в первую очередь, такой трушный, да, более трушный, чем Зины Zero Tolerance. Потому что у него действительно клинок с панта. Вот сейчас это очень хорошо видно. То есть, мы имеем вогнутые спуски здесь и прямые спуски здесь. И это любопытно. Это интересно, что гораздо более дешёвый нож, скажем так, более аутентичен. С другой стороны, чисто внешне создаётся впечатление, что ножи абсолютно разные. XM18 и этот, да, и лишь чем-то угадывается почерк Хиндерера. Ну, фирменный, так сказать, сердитый жопки с пустым глазом. Вот. Опять-таки, всё-таки в очертаниях клинка. Но то, чем принципиально отличается этот нож по дизайну, в том, что он прямой. Практически как рельса. А и Zero Tolerance, и Хиндерера, и, собственно, сам XM, он такой с коромыслообразным изгибом, в котором участвует и клинок, и рукоять. Здесь этого нет. Ну, и ещё один нюанс, что у оригинального XM18 обычная клипса, а здесь, как дань моди, сделана погружная. С которой, кстати, есть сложности. Ну, во всём по порядку. То есть, это такой экскурс о том, что из себя представляет этот нож, и насколько он, скажем так, Хиндереровский. Ну, говорить о клинке долго не буду. Значит, размеры ножа целиком, да, в принципе, есть в Блиц-обзоре. Я думаю, что те, кто находит время, и у кого есть желание посмотреть длинный обзор, они, естественно, видели Блиц-обзор. Вот. Единственное, что надо сказать, что это действительно спантоклинок, и это, в общем-то, по форме оказалось достаточно здорово. То есть, с одной стороны, какой-то весь себя там с фальшлезвием непонятно зачем взявшимся там и так далее. С другой стороны, это действительно делает кончик по толщине, в общем-то, как бы достаточно значимым. И этот нож явно переживёт больше. При такой длине клинка умудриться иметь твёрдый кончик, выносливый кончик при удовлетворительном резе, забегая вперёд, это дорогого стоит. Итак, пойдём по порядку. Подойдём поближе к клинку. Сфокусируемся на нём и начнём смотреть. Значит, нож, так как был в таком достаточно активном поюзе, он уже правился на двухтысячнике водном. Поэтому заточка на кромке уже не заводская, да, фактически, как бы. Но в любом случае видно, что подводы достаточно ровные. Ну, по, скажем так, общим и живым меркам, я считаю, что это ровные достаточно подводы. Они одинаковые с обеих сторон. Клинок вытащен симметрично. Действительно симметрично. Никаких проблем нет ни с одной стороны, ни с другой. В принципе, жаловаться как бы, ну, грех. Это точно. Единственный нюанс – это то, как обработан вот чойл, вместо около чойла. Здесь, фактически, клинок вот идёт, 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 а потом так, хова, вниз немножко заезжает режущая кромочка у нас. И из-за этого, к сожалению, очень сложно это место протачивать на камень. То есть, фактически, надо сначала уже по-жёсткому вот это вот сточить каким-нибудь крупным абразивом, убрать, а потом уже спокойно точить всё остальное. Вот это такой только единственный нюансик. А так, в остальном, к качеству как бы исполнения клинка придраться сложно. Ну, и забегая вперёд, качество ножа в целом действительно хорошее. То есть, подгонка деталей, обработка этих самых деталей – всё, в принципе, на достаточно высоком уровне, что традиционно, на мой взгляд, для китайского отделения Кершел. Кершел умудряется делать свои ножи в Китае лучше, чем это делает Бёрд, Спайдерка. Ну, действительно лучше. За остальные фирмы не скажу, не видел. Ну, например, Лоун Волф в Китае тоже делается очень здорово. Теперь, относительно заточки заводской. Она была неплохой. Нож долго достаточно резал. Собственно, это буквально вот пара дней, как я его подправил. Вот. Ну, и мы… нельзя говорить о заточке, не говоря, не упоминая о стали. 8-хром-13 – это, конечно… Ну, это не аналог АУС-8. Это не аналог АУС-8. Во всяком случае, от фирмы Кершел. Эта сталь мягковата, она мягче, чем такая же у Спайдерка. По ощущениям. Она мягче, чем АУС-8 на крысе. Опять-таки, у Кершел. И, в принципе, замины этот клинок получает достаточно легко. Но. Но он получает замины. Он не скалывается. Нет выкрашиваний. И это тоже достаточно хорошо. Кроме того, я не знаю почему, но на Берде 8-хром-13 ржавело у меня. Причем, знатно ржавело. На Керши. И на этом у меня есть еще один китайский Керш. Тоже со стаунвошем и этой же сталью. Ну, не ржавеет она. Не ржавеет. И это очень круто. Потому что вообще сталь как бы по своим свойствам и по составу не заявлена как нержавейка. Это, в общем-то, типа немножко углеродистая сталь. Чуть-чуть, в самую малость. И это, в принципе, любопытно. То есть, по большому счету, это первый спорный момент. С одной стороны, сталь не ржавеет. Сталь достаточно легко правится, точится. С другой стороны, она все-таки мягковата. И понять в итоге, хорошо это или нет, я, честно говоря, для себя так и не смог. Ну, правда, не смог. Единственное, что надо, наверное, сказать, что во время реза этим ножом, если резать какие-то продукты и делать это на доске, то мы имеем вот такую ситуацию. Вот вы держите нож, что-то режете на доске, и у вас работает вот эта часть клинка. Она же, естественно, быстро очень получает затупление. А вот эта часть, она экономится. И, соответственно, если вы режете там что-то... Сейчас, сымитирую. Если вы режете что-то из серии огурец, помидор или еще что-то, вы режете вот этой вот частью клинка, которая сбереглась и осталась, так сказать, целой. Что, в принципе, и было в течение целого месяца, наблюдалось. И надо сказать, что геометрия этот нож, в общем-то, спасает. Она оправдывает эту сталь. И надо сказать, что в конечном итоге, с данной геометрией, эта сталь, чтобы уложиться в конечную стоимость, это был правильный выбор. Теперь, собственно говоря, относительно замка. Ну, это фреймлок. И толщина пластины фрейма, вот этой, 2,4 мм. Ну, это фантастически, да. То есть, клинок у маленькой крысы 2,5 мм. Ну, много у каких ножей он 2,5 мм. Да, есть, собственно, российское ограничение по толщине клинка, чтобы не быть холодным оружием. Соответственно, есть много ножей с гардами, длинными клинками и так далее. Но, как раз толщиной 2,2,2,3 мм. Соответственно, как бы здесь лайнер фрейма, он толщиной, как у некоторых ножей, клинки. Это добавляет, конечно, ножу веса. Нож весит 139 грамм. То есть, это тот же фактически вес, что и большой крысы. Но, относительно ношения я скажу попозже. Так вот, что касается фрейма. Нож с ассистом хорошо щелкает, четко совершенно фиксируется. Но насчет четкой фиксации я попробую на камеру показать. Я не знаю, это очень-очень сложно разглядеть. Хотя, я думаю, что камера справится. Сейчас, фокусируемся. Давай, давай, держи марку. Вот, видно. Таким как бы углом... Извиняюсь. Это надо было сделать, чтобы убрать пыль. Вот таким вот, видите, углом вгрызается прямо в середину клинка фрейм. Ну, при этом форма клинка сделана так, что дальше он не пойдет. Поэтому, в общем-то... И он с первого же дня был в таком положении, и все нормально, в общем-то. Притерлось. Даже вот этот вот угол, он был больше немножко выражен. То есть, оно немножко притерлось. Да, это точно притерлось. Потому что на Блиц-обзоре, когда я смотрел нож для Блиц-обзора, это даже было чуть более выражено. То есть, в принципе, нож притирается, и рано или поздно он выйдет в какое-то рабочее положение. Дальше не пойдет, потому что клинок вытащен вот так вот. Так как бы по дуге немножко в конце. Вот. С замком никаких проблем. Приятно то, что он не залипает. Есть ограничитель. Хотя, это же каким надо быть извергом, чтобы выгнать фрейм в другую сторону. Ну, наверное, можно разделать ограничитель. Ну и, собственно говоря, надо сказать пару слов про ход клинка. Повторюсь, опять-таки, да. Значит, стоит спидсейв. Фирменный кешевский ассист. Это хороший механизм. Он активируется чаще всего флиппером на большинстве ножей. Это очень удобно, очень здорово. И единственный нюанс заключается в том, что из коробочки он достаточно лениво флиповал. И пришлось его немножко смазать. Смазочка. И после этого он уже стал хорошо флиповать. Ну, лучше, вернее, флиповать. Ну, как сказать. Ассист в любом случае будет компенсировать даже плохой ход клинка. Здесь очень странным образом стоят очень тонкие шайбы. Сейчас я попробую это продемонстрировать. Я думаю, что это будет видно так или иначе. Вот сейчас это видно. То есть, посмотрите. Шайбы чисто визуально диаметром как шпеньки. Поэтому давайте я прямо сейчас возьму штангенциркуль. Я прошу прощения, отвлекусь. И измерю диаметр этих самых шпеньков. Сейчас. Я уже почти здесь. Сейчас. Ну, 6,5 мм. То есть, шпеньки там около вот этих... Прошу прощения. То есть, шайбочки там какие-то, ну, очень дохлые, если честно. Я не знаю, почему они такие тонюсенькие с обеих сторон. Понятно, почему с одной стороны они тонюсенькие. Потому что с этой, да, во всяком случае. Потому что здесь пружиночка. И она входит в клинок. И движет его. Поэтому здесь мало места. Но здесь-то, как бы, почему? Потому что, типа, здесь выпилено и места не осталось. Но если так вот заглянуть внутрь, то там, на самом деле, до этого угла еще, как бы, ну, немало места. Я заглядывал. Я не знаю, как это, скажем так, сделать. Ну, уж пару-тройку миллиметров можно было еще выкроить на шайбу. Ну, наверное, они не стали заморачиваться, чтобы не удорожать конструкцию использованием шайб двух размеров. Не знаю. Но, честно говоря, при общей, как бы, прочности конструкции, при общем, при варьировании, скажем так, металла, да, и визуально, и тактильно, наличие таких дохленьких шайб, честно говоря, как-то немножко отбивает охоту делать ножом что-то сверхъестественно сложное. Хотя клинок, вроде бы, спроектирован как более прочный, и толщина лайнера с фреймом, так сказать, внушает, но я этих шайб, честно говоря, не понял. Совсем не понял. Даже на паршивом Кершау Дрон они в полтора раза шире. Вот. Есть еще один момент. О покрытии клинка два слова, да, это Stone Wash, и надо сказать, что Кершау, он очень симпатичный. Очень хорошо смотрится, и тот же Stone Wash нанесен на плашку. Это здорово. Самое интересное другое. Если попробовать присмотреться к плашке, которая тоненькая, создается ощущение, правда, мало ее видно, что она, в принципе, тоже от Stone Wash. И это очень здорово. Изнутри ее, в принципе, видать. Она действительно Stone Wash. Сейчас я попробую поймать. Не могу, честно говоря. Вот. Ну, поверьте, мне видно. То есть, все детали от Stone Wash нанесены, кроме клипса, клипса типа оксидированной или что-то такое. Не знаю. Ну, тоже матовая. Единственный нюанс относительно ножа и качества его исполнения. Давайте посмотрим на нож как можно ближе, как позволит камера. Итак, вот этот вот G10, забегая вперед, просто показываю. Он очень-очень не цепкий. Я бы даже сказал, что совершенно не цепкий. Он просто скользкий. Он, знаете, как сказать, он держит чуть-чуть лучше, чем обычная пластмасса. Не более того. Итак, смотрим на болтики. Этот в порядке. Этот в порядке. А этот не в порядке. Какая-то резонная вопрос. А что это он не в порядке? Я вам на него сейчас коротенько отвечу. Он не в порядке, потому что я пытался разобрать нож, собственно, чтобы полирнуть шайбы, там, смазать его изнутри, как следует, а не пихать смазку снаружи. И так далее. И столкнулся с той проблемой, что я не смог его разобрать. Я просто не смог открутить вот этот вот торксик. Я не просто не смог его открутить. Я свернул три биты такого размера. У меня было три разных набора отверток. Одна из них вполне, так сказать, вменяемая. И одна китайская, но на которую у меня, скажем так, нареканий никогда не было. Отвертка. И одна, да, совсем китайская. От которой я ничего не ждал. Так вот, все три свернулись. Я не знаю. Многие жалуются на пластилиновые винты из Китая. Понимаете, здесь не то, что не пластилиновые винты. Здесь винт, видимо, закалён похлеще, чем клинок. Потому что он просто сорвал три биты. Из них две достаточно качественные. В общем, я так и не смог его открутить. Так как это распространенный размер торкса. Мне пришлось искать новый набор отверток. Потому что, так сказать, покупать отдельный торкс к тем отверткам было нецелесообразно. Ну и так далее. То есть, нож меня так слегка, так сказать, напряг в плане этого. С другой стороны, это в очередной раз подтвердило моё мнение насчёт того, что не надо разбирать спецэйфовые ножи, если они работают. Ну, толку от этого нет. Ход клинка вряд ли улучшится. Он, обусловлено, в первую очередь, тем, как работает механизм. И, в общем-то, толку никакого нет. Абсолютно. Ну, хотелось. Душа просила. Но вот не получилось. Ну, два слова о рукояти. Значит, она достаточно большая. Я сказал, скользковата. Естественно, там, где G10, если он скользковат, то уж о металле говорить нечего. Но большая длина компенсирует эту скользкость её, если можно так сказать. И держать нож, в принципе, очень удобно. И обычным хватом, типа молоточным, или как он там называется, и вот так вот удобно его держать. Вот обратным хватом его держать неудобно из-за клипсы, которые я поставил в это положение. Да и длина сказывается. У меня не очень большая рука. Как бы, честно говоря, вот так. Как-то не очень удобно. И выглядит это. Да и зачем тот хват нужен? Я вообще, как бы, слабо, честно говоря, представляю в жизни он. И есть два нюанса. Надо будет сразу тогда сказать о клипсе. Потому что хваты и удобство удержания ножа в руке очень, как бы, зависят в данном случае от положения клипсы. Во-первых, она переставится на все четыре стороны, что, как бы, ну, типа круто, да. Когда раньше только спайдерка нас так баловали, то я так помню не все. Но она была в норме вот здесь. Но я вообще не знаю, как пользоваться этим ножом, если вот здесь вот торчит вот эта клипса. То есть его в руках держать было просто невозможно. Вот эта вот штука упиралась ровным счетом вот сюда. В костяшку. То есть это тот, кто придумал накручивать ее сюда, это был такой, знаете, знатный извращенец. Но после визуального, так сказать, осмотра и получения негатива здесь, я уже ничего хорошего от этой клипсы не ждал. Тем более, так сказать, она такая странноватая. Но когда я его переставил сюда, выяснилось, что держать она нож не мешает. Потому что здесь ручка достаточно мягкая. Она попадает как раз у меня, во всяком случае, между двумя костяшками. И вот не мешает, даже, я бы сказал, дополняет немножко рукоять. Потому что она тонковата. И все стало на свои места, как бы все стало здорово. Кроме постановки ножа на карман и снятия с него. Клипса достаточно тугая и при этом короткая. Поэтому постановка на карман выглядит следующим образом. Первое, что происходит, край кармана впивается вот сюда. И начинает нож тянуть карман вниз, потому что клипса тугая. Но как только проскакивает карман вот здесь, то, так сказать, прикладывали вы уже усилие достаточно большое. И клипса короткая, поэтому нож по инерции летит. И сразу одежда влетает вот сюда. И снова идет как бы торможение об край кармана. Ну, я не думаю, что все джинсы или тем более брюки выдержат такое издевательство в течение, так сказать, длительного времени. Мне, честно говоря, одежду жалко. Потом есть еще такой любопытный нюансик. Здесь они типа очень заботливо сделали выемки, чтобы не мешало откручивать торксы у клипса. Но они не попали в эти выемки, я в Блиц-обзоре говорил. Более того, кто вообще придумал делать такую систему, потому что шляпки торксов, они съедают часть внутреннего пространства. И хоть это типа вот, ну, не под клипсой, да, а рядом с ней, но все равно, если какой-то достаточно толстый край, кармана джинсов каких-то или еще что-то прошитый как следует, нож до конца даже и не погрузится, скорее всего. Ну, в общем, короче, клипса достаточно спорная в плане, как бы, постановки. В плане снятия она еще более спорная. Почему? Даже когда у нас вот досюда доведена ткань, то не за что брать нож, чтобы снять его. С боков неудобно, он достаточно скользкий. Я сначала думал, что можно будет цепляться за спейсер, но вот этот наклон мешает, и это соскакивает. Я брался за нож вот так, но при этом, когда ты давишь на клипсу, ты ее дожимаешь, она еще крепче держится за одежду, и несмотря на скользкий металлический фрейм, лайнер, все равно происходило это проблематично. И вроде бы ничего, вроде как ничто ничего не царапает, но при этом страшноватенько. В итоге я для себя понял, что доставать нож надо вот так. То есть палец завести в карман с этой стороны и поддеть вот так вот за клипсу, и просто поднимать за край клипсы нож с кармана. Но удовольствие, я вам скажу, сомнительное. Почему? Ну, что просто больно, на самом деле, когда вот это вот происходит. Это нажатие оставляет след, на самом деле, на пальце, который болит. Ну, к этому можно привыкнуть, это можно делать аккуратно, как-то так, я не знаю, так. Найти место, которое менее чувствительное. Но это странно, по меньшей мере. То есть, почему нельзя было сделать нормальную клипсу, и почему все так любят эти погружные клипсы, я, честно говоря, не знаю. Все равно нож видно. Какая разница? Все равно клипсу-то видно. Что там о скрытом ношении можно говорить? Человек, который, так сказать, от которого вы хотите скрыть нож, если это вообще ни о чем человек, так он и не поймет, если пол ножа будет торчать. По большому счету. Смотря еще и нож. А если как бы человек в теме, то уж надпись Киршева у вас точно выдаст. Или бабочка бенчмидовская, или у крысы, так сказать, радостный логотипчик. Ну, это я вообще не понимаю, о чем речь с этими клипсами. Ну, я реально расстроился на две трети как бы мои претензии к ножу, связанные на самом деле с клипсой. Я ее вообще не понял. Абсолютно. Я, правда, в первую очередь думал, что она будет мешать именно держать нож, а вот оказалось, что она именно свою основную функцию плохо выполняет. Ну, и надо подытожить. Значит, к плюсам этого ножа надо отнести клинок с очень интересным гриндом, и, главное, очень практичным гриндом. Это очень здорово, это очень интересно. Все-таки удобное ношение за счет толщины этого ножа. То есть, тут по совокупности, скажем так, присуждено это к плюсам. Почему? Потому что, несмотря на проблемы с клипсой, именно носить нож очень удобно. Получается, что благодаря маленькой толщине и скользкой вот этой вот части, которая не царапает изнутри, не протирает карман, этот нож действительно подходит для everyday carry, именно ежедневного ношения. Ну, и надо к плюсам обязательно отнести и качество исполнения. Нож сделан действительно очень хорошо. Все фаски сняты, все закруглено, все четко подогнано друг к другу. То, что я не смог выкрутить этот торкс, может быть, там просто много фиксатора залили, я не знаю. Все отверстия, все вещи, все соосно, кроме, собственно, вот этого вот нюансика. И, в принципе, продираться глупо, тем более за такие деньги. Нож вообще сделан фантастически. Единственное, что вот в этом пропиле не снята фаска, не снята фасочка, немножко царапает, но это надо специально искать, этот острый край, чтобы в него поцарапаться. А так, как бы, совершенно не мешает. То есть, качество исполнения реально на высоте. Кершау молодцы, они умеют строить китайцев. Дальше, что еще? Да, собственно, из плюсов, наверное, все. Ну и дизайн хиндерера как таковой. Это приятно, что написано. Хиндерер дизайн и так далее. Минусы тоже есть. Во-первых, все-таки это мягковатая сталь. То есть, какой-никакой, а все-таки минус, я считаю. Во-вторых, малюсенькие, мосюсенькие какие-то игрушечные шайбы. Как будто не от этого ножа, от какой-то маленькой китайской поделочки размером 12 сантиметров в разложенном состоянии. Не знаю. Ну, и еще два минуса, которые я не сказал по ходу, но не потому, что забыл, а потому, что они почему-то все в одном месте. То есть, провал этого ножа в первую очередь сосредоточен вот в этом месте. А на кой черт делать вот такие вот шпенищи, даже шпеньками назвать, как бы язык не поворачивается, которые, ну, собственно, и являются самым большим габаритом ножа, ну, если не считать клипсу. Зачем делать такие шпеньки, которые не являются ограничителями от движения клинка вверх? Как бы они не ограничивают движение клинка. Здесь стоит обычная бонка ограничительная. То есть, зачем, имея флиппер, который с доводчиком, который всегда однозначно открывается, и это удобно, на кой черт вот эти шпеньки? Я вообще этого не понял. То есть, это еще больше провал, чем клипсы. К клипсы, понимаете, к этому можно привыкнуть, скажем так, этим надо будет пользоваться, ничего не поделаешь. Но вот эти шпеньки, они просто своим фактом существования на этом ноже, они просто придают вообще всю идею, на мой взгляд. Просто жуть. Ну и второй момент – это вот эта насечка. Слушайте, ну эту насечкой-то назвать сложно. То есть, никаких фрикционных свойств она в себе не несет абсолютно. Она не останавливает палец. Она просто делает больно. То есть, если вы положили палец сюда, и вам реально надо что-то как следует резать, что-то с силой, тем более кончик как бы к этому располагает, то вы будете в полной, так сказать, фрустрации, скажем так. Почему? Потому что если у вас вдруг палец соскользнет, а он соскользнет, эта штука не держит. И углы как бы сглажены, и расстояние между ними слишком большое, и площадки слишком большие. Вот. И палец соскользнет под нагрузкой, то вы почувствуете такую боль, мягко говоря, что дальше некуда. У меня это случилось 3-4 раза как бы подряд в течение там вот одной недели. Но это у меня очень первая неделя. Это меня быстро научило, значит, не пользоваться этим. И я теперь руку как бы ставлю вот сюда. Благо, ну, позволяет длина рукояти. Но надо сказать, что это вот не очень хорошо. Вот если бы они шпеньки подняли вверх, и шпеньки бы образовывали такую, ну, Т-образную как бы площадочку, было бы лучше. Но, опять-таки, нож уже серийный. Что тут говорить, а если бы да кобыть. В общем, вот такое получилось видео. Подытожить, я думаю, каждый должен для себя сам. Я просто не знаю, как бы, как просуммировать. Нож мне нравится. Действительно нравится. И, ну, эти январские праздники, новогодние праздники, как бы, предновогоднее время. Я в отпуске весь январь. Поэтому сказать, что я его носил очень много на улице, как бы, в реальной ситуации, нет. Я носил его дома, пользовался им дома. Много чего порезал этим ножом. Разделал курицу, кучу продуктов там и так далее. То есть, как бы, и, в принципе, такие строительные работки тоже кое-какие вещи я резал. То есть, в принципе, о резе сказать ничего плохого нельзя. О резе есть. То есть, цель, которая заложена, суть, которая заложена в спанта, она соблюдается. Все нормально. Но по каким-то общим своим свойствам, по каким-то критериям, я не знаю. Я его, наверное, носить не буду. Время, конечно, покажет. Но еще такой нюанс заключается в том, что нож все-таки достаточно большой. И его аккуратно из-за асиста особо аккуратно не открыть. И он, ну, такой, не civil-friendly. То есть, как бы, ну, я не смогу таскать его на работу, как бы, чтобы в реалиях своих очень впечатлительных коллег и других присутствующих на работе моей людей, как бы, его используют открывать при той или иной ситуации. Вот, собственно, и все. То есть, я обычно выбираю более такие, ну, миролюбивые на вид ножи. Это уже моя заморочка, скажем так. Ну, просто, как бы, в том числе в диалоге с вами. Правда, в монологе. Вот. Я для себя решил, что я этот нож носить не буду, с одной стороны. С другой стороны, этот нож однозначно, ну, такое, как сказать, явление, что ли, на ножевом рынке недорогих ножей. Почему? Потому что гегемония крысы и гегемония тенейшеса, ну, она, на мой взгляд, пошатнется. Она должна пошатнуться. Потому что для очень многих, для кого перечисленные мною недостатки не являются недостатками, а лишь особенностями, очень многие могут смело делать выбор в пользу этого ножа. Потому что он действительно любопытен, он интересен. У него есть ряд неоспоримых преимуществ. И аналогичного строя клинка пока что ни у кого нет. Ну, только у Hydra XM1824. И, в общем-то, нож однозначно заслуживает внимания. Он однозначно заслуживает хотя бы того, чтобы смотрели обзоры. И он однозначно заслуживает того, чтобы его подержали в руках. Вот. Это, как бы, реально вывод именно для вас, не для себя уже. Ну, вот на этом, в общем-то, все. Получилось очень длинное видео. Потому что нож не оставил равнодушным. Вызвал, пускай, спорные, но эмоции в огромном количестве. И я надеюсь, я как-то помог вам. Не запутал вас. Все-таки что-то вам рассказал полезное, ценное. Ну, а дальше решение принимайте сами. Вот. Надеюсь, вам было интересно. Я буду очень ждать ваших комментариев. Очень интересно ваше мнение об этом ноже. До новых встреч в интернет-эфире. До свидания. И, естественно, совсем-совсем забыл. Значит, ключевое слово для этого видео. Оно будет у нас в виде текстовочки засунута в серединку. Надеюсь, вы его не пропустили. Теперь до свидания.